Дорога к реке. Похоже, сельский приют возвращается к первоистокам. Хозяйка сельского мини-приюта Людмила Черницкая сегодня купила одну бочку, забрала последнюю в магазине. 3500 российских рублей за бочку на 80 литров. Еще были там поменьше, но они стоили 2500, что абсолютно невыгодно. Вы знаете, если честно, сколько бы бочек не было, все равно этого будет мало, если действительно воды не будет, как это уже давно грозят нам. Купила еще женщина сегодня погружной насос. Попробуем пока так, сами. А то, чтобы подключить станцию, о которой мы все так мечтаем и рассказывают наши читатели о ней, нужен мастер, которого пока нет. Да и на станцию эту тоже нужны определенные деньги. И опять же, надо будет хотя бы, она пригодится погружной, если в колодце будет воды много. Насос должен быть погружен хотя бы на метр глубины. И то, чтобы не в муляке она была. А что с глубиной нашей, еще пока не знают волонтеры, но будем пробовать. А у хозяйки река рядом, хочет женщина туда дорожку проложить через камыши, пока они сильно не заросли. Вот до чего мы уже дошли. Возвращаемся к первобытному строю. Наверное, там скоро будем стирать и купаться, если придется. Да и с коромыслом оттуда ходить. А что делать еще остается людям? Хорошо, хоть река рядом. А дома стиральная доска у хозяйки есть. Еще мамина из советских времен. Мы скоро вернемся к нашим первоистокам. Бочка прям очень небольшой выглядит. Хотя, чего удивляться, на 80 литров всего лишь. Волонтеру тележку пищу маленькую и борьку в упряжку. Хотя, с тем, к чему все идет, хоть маленькую лошадку бери и заводи. Волонтеру тележку пищу маленькую лошадку. Волонтеру тележку пищу маленькую лошадку.